здравствуйте дорогие друзья все любители цветущих растений с вами елена буровцова на канале жизнь цветов и в этом видео я отвечу на ваши вопросы которые вы задаете под видео ну во первых очень хочу поблагодарить всех тех кто участвовал в розыгрыше спасибо вам большое и еще раз поздравляю победителей подготовка посылок идет полным ходом и в ближайшие дни я их отправлю и обязательно вам покажу как я буду упаковывать фиалки во вторых я хочу вам сообщить что завтра на моем втором канале женские темы выйдет новое видео на очень актуальную тему для каждой женщины как выглядеть моложе я поделюсь с вами такими секретами молодости что посмотрев видео вы без материальных затрат сможете выглядеть на 5-10 лет моложе чем по паспорту будьте уверены этот способ проверен из вы сами сможете в этом убедиться приглашаю всех посмотреть обсудить ну и возможно поделиться своими секретами думаю что в знак женской солидарности это возможно ну а сейчас давайте вернемся главной теме и поговорим о фиалках и начнем мы с того что погода за окном очень резко поменялась и так как отопительный сезон еще не начат то и дома соответственно изменилась температура понизилась и на окошках стало прохладно как вы уже можете заметить сейчас я покажу поближе посмотрите я уже положила на окно вот такой вот материал это такой вот строительный есть любом строительном магазине утеплитель прошлом году я вам уже подробно показывала что он очень хорошо предохраняет растения от охлаждения ведь во время понижения температуры земляной ком охлаждается всасывание воды идет совсем по-другому и если кому-то интересно можете посмотреть вот я сейчас наверху появятся ссылочки видео как подготовить фиалку к холодам ну а также вот видео ультраполярное вторжение которое было летом также там очень есть много подробных объяснений вот два видео ссылочки вверху также оставлю в описании можете подробно посмотреть также одна из моих подписчиц светлана спрашивает каким образом надо создать растению при пересадке тепличку как его лучше накрыть чтобы она себя там комфортно чувствовала и так светлана растение можно накрыть как сверху вот например вот салфановым пакетиком вот просто сверху оставив тут без небольшое отверстие для прохождения воздуха кроме этого можно поставить растение пакетик снизу и вот так подняв его немножко вверх также оставить немного отверстие для прохождения воздуха ну это если у вас одно растение вот кроме этого можно просто взять и сверху накрыть его контейнером а можно и поставить внутрь но если у вас много растений то вы можете воспользоваться большими контейнеры вот вы видите на заднем плане вот у меня в больших контейнерах стоят детки листочки на укоренение но только ни в коем случае не забудьте оставить вот видите я всегда оставляю такой вот доступ воздуха доступ кислорода чтобы не было конденсата и растения не начало гнить это обязательно кроме этого следите за поливом когда ваше растение находится в тепличке чтобы не допускать излишней сырости так как там меньше вентиляции и поэтому надо обращать на это особое внимание те кто постоянно смотрит мой канал или давно уже занимается фиалками те прекрасно знают что такое перлит знают все его полезные свойства как он применяется при выращивании фиалок но но у новичков возникают вопросы что же это такое перлит вот хочу для вас показать еще раз и рассказать что перлит и это вот такой вот добавка в почву разрыхляющие вулканического происхождения он нейтрален этот элемент агротехнический перлит он есть продажи в практически в любом магазине вот в расфасовочке 2 литра есть и более крупные расфасовки очень хорошо разрыхляет почву очень хорошо забирает лишнюю влагу постепенно потом отдавали и и растению как его применять вы можете найти видео на моем канале одна из моих подписчиц при пересадке растений столкнулась с такой проблемой что в почве обнаружила большое количество вот каких-то червячков она не написала какого они были размеры и какого цвета вот я уточнила но ответа пока не последовало но она очень волнуется и мне вот хочется сказать что вот червячки в почве что это такое может быть она спрашивает что с этим делать опасны они или нет и вот хочу еще раз рассказать что это могут быть личинки мушек личинки грибного комарикосциариды также это могут быть инхитреи или нематоды и вот в зависимости от того кто это все равно есть и общие средства борьбы и такие вот как различные средства вот например если это личинки мушек или личинки грибного комарикосциариды Они, как правило, где-то до 4 мм в длину бывают белого цвета. И они размножаются лучше во влажной почве и в тепле. Мы уже с вами говорили, например, о тех же личинках грибных комариков, об этих мушках, которые появляются в процессе нарушения агротехники. Все это происходит из-за переувлажнения, из-за того, что именно корни во влажной почве начинают гнить. А вот именно эти личинки, они и начинают питаться вот этой перепревшей органикой. И когда ее в земле достаточно много, они начинают очень сильно размножаться. Их появляется значительное количество. Но если это червячки где-то меньше 2 мм, то уже стоит насторожиться. Ну, во-первых, это могут быть инхитреи. Они похожи на земляных червей, так как самые близкие им родственники. Но, то есть, немного все равно они светленькие. И заводятся они вот так же вот от этой высокой влажности и разводятся в огромных количествах. Ну, вот меры борьбы именно с такими червячками, которые вот смеленькими до 2 мм, надо это пролить грунт любым антигельминтным препаратом. Например, вы можете взять одну таблетку декариса, растворить в одном литре воды и несколько раз хорошо пролить растение. Ну, кроме этого, есть специальные средства, например, базудин. Ба-зу-дин. Вот. Можно пролить им по инструкции. Но все-таки наилучшей будет являться профилактика. Не допускать переувлажнения грунта. И особенно это актуально будет вот именно вот в такой период. Смена лета, осень, смена весна, лето. Когда нет отопительного сезона, когда прохладно, и фиалочки при низкой температуре, земля сохнет иначе. И вот возможно переувлажнение почвы случится. Но все-таки самое страшное, если эти червячки практически еще мельче. Если они достигают длиной от 0,5 до 1,5 и где-то даже до 1,7 миллиметров. Вот это могут быть нематоды. И это также, это такие белые круглые черви, которые паразитируют на растениях. И они бывают трех видов. Это корневая нематода, листовая нематода и стеблевая нематода. Корневую нематоду называют еще галовая нематода. И это очень серьезный вредитель комнатных растений. Хотя, в общем-то, он встречается не так часто. И вот личинки этой нематоды, они внедряются именно в ткани корней. И выделяют специфические ферменты, которые вызывают образование таких вот вздутий на корнях. То есть гал. Поэтому, если вы обнаружили каких-то червячков, во-первых, обратите внимание на их размер. А во-вторых, конечно, обратите внимание, нет ли на корнях вот таких вот вздутий. Гал. Листовые нематоды, соответственно, поражают листья, а стеблевые стебли. И также растения, это очень страшный вредитель нематода. О них можно много рассказывать. Но вот, к сожалению, вот таких вот радикальных мер борьбы с нематодой не существует. Потому что, поэтому сильно зараженные растения обычно уничтожают вместе с почвой. Но если вот бывает, что поражение обнаружено на ранней стадии, то растения можно попытаться спасти. Но все-таки сразу изолировать от своих других растений, так как нематода может передаваться от растению к растению. Особенно вот листовая нематода, это такие мелкие червячки, вот где-то вот миллиметр. И они очень быстро передвигаются. И поэтому надо при пересадке пересадить растения в новую землю, удалить всю старую землю, удалить все поврежденные корни, удалить и заново укоренить в свежем субстрате. А после обрезания корней надо обработать корневую шейку горячей водой, но не выше 70 градусов. Ведь нематода, они вот, промораживание, оно не помогает. После промораживания земля остается зараженной. А вот при высокой температуре, вот водяная баня в течение 20 минут, вот где-то 40-50 градусов, вот, корни растения другую могут не перенести температуру. Ну а кроме этого, также можно использовать тот же декарис. Также развести одну таблетку на 1 литр и как следует пролить растения. Ну а грунт, который остался, вот можно, конечно, его, как я уже сказала, довести там до 70 градусов, прожарить, пропарить, но лучше все-таки старый грунт выбросить. Потому что вот нематоды, они вот в неблагоприятных условиях образуют такую цисту. То есть, вот, покрываются яйца такой оболочкой, покрывается вот толстой оболочкой такой резервуар с яйцами. Самка откладывает, резервуар с яйцами покрывается такой оболочкой, которая может храниться в почве годами. Поэтому почву следует, конечно, дезинфицировать. Особенно, если вы берете почву с огорода. Хотя вот для фиалок такая почва не подойдет. Но когда вы сажаете другие растения, приносите их домой, ухаживаете за ними наряду с вашими растениями, то, конечно, можно и такую заразу принести. Хотя, как я уже сказала, это бывает не так часто. Вот также, вот есть такой вопрос, меня спросили. Можно ли пересадить цветущий стартер? Вот, в более крупный горшочек. Если вот стартерчик собирались пересадить, немножечко опоздали, и он уже расцвел. Ну, когда мы с вами говорили о пересадке, то говорили о том, что при пересадке стартеров во взрослый горшочек мы пользуемся методом перевалки. Вот у меня цветущего стартерчика нет. Я вам покажу вот на нецветущем, что мы вот обжимаем горшочек, и вот так вот аккуратно вытаскиваем его. И мы видим, что вот ком земли совершенно не распадается. И если мы его вот так вот аккуратненько возьмем, вот так досыпем земли, поставим во взрослый горшочек, и также вокруг подсыпем земли, то наша корневая система этого растения, естественно, абсолютно не будет повреждена. И, соответственно, мы отвечаем вот таким образом. Мы можем пересадить и обычный стартер, и цветущий стартер, не повредив его корневой системы. И он, освоив корнями новое пространство, будет свести только лучше и дольше, и не будет голодания листиков, не будет голодания растений. Оно будет выглядеть лучше и чувствовать себя лучше. На этом вопросе я хочу закончить свое видео. Ну вот вам покажу еще, что вот набирает бутоны персиковое сияние. Есть персиковое сияние. Второй цветочек, вот сорта Ноу Фрост, поближе сейчас покажу, гораздо более близок, вот по своим сортовым признакам к сорту. Первый цветочек имел очень мало фиолетового. В основном был почти беленький. Ну, и кроме этого еще набирает бутончик фиалочка Элье Шарм. Вот скоро они распустятся, и мы вместе полюбуемся вот этим прекрасным цветением. Спасибо за внимание. Желаю всем удачи. Ставьте лайки, дизлайки. Жду от вас вопросов. Подписывайтесь на канал, и на один канал, и на второй канал «Женские темы». И напомню, завтра на канале «Женская тема» очень актуальная тема. Как выглядеть моложе. Заходите, комментируйте. Буду очень рада. До новых встреч. Всем пока.